приветствуем приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы многие меня спрашивают что происходит с персиками да и на рынке есть такие различные плоды продается которые вот имеют такие какие-то вмятины как будто бы не было града откуда вот это все берется даже красивый на вид плод вот смотрите здесь есть какие-то вот такие вкрапленные вмятины сейчас кстати белокрылки очень много вот садится она на все плоды что же это такое и почему так произошло с персиками в 2022 году раньше в прошлые годы у нас только тля была на персике и мы с ней справлялись но в этом году получилось что очень долго был холодный период и биопрепараты которые работают уже из плюс 18 и выше градусов чаще всего было ночью в плюс 10 плюс 12 14 и мы просто не обрабатывали персики когда они перецвели еще био инсектицидом с карада м ну а уже когда температура установилась мы перешли к обработкам профилактические через 14 дней два раза в месяц постоянно проводили обработку био инсектицидами что же это такое и почему вот только нам помог вот этот препарат вернее два препарата с карада м это и для борьбы с написано картофель у нас с карада м но и плодово-ягодные мы вот эти два препарата соединяем и обрабатываем и они дают хороший результат и плодожарка убираются и тля убираются и другие вредители но это уже чуть-чуть было с опозданием сделано и уже вот эти бурые плодовые галовые клещи повредили маленькие нежные персики которые только-только образовывались после того как зацвели перецвели персики и получается что в этом году мы уже столкнулись второй раз на грушах вот с галовыми этими клещами мы об этом уже рассказывали и как-то пропустили вот персиковые вот эти клещи галовые которые нам вот такой преподнесли нехороший сюрприз вот этот бурый плодовый клещ берет все подряд и все подряд портит я заметила что кроме вот наших персиков груш и пострадали некоторые яблоки ранних сортов посмотрим что будет с поздними то же самое здесь клещи очень активно они перелетают перемещаются и вот когда они останавливаются на месте где будут жить устраивать себе дом вот они создают такую галу внедряются внутрь клеточки внутрь листика внутрь плода и высасывают соки вот с того места то есть или это листики или это плоды высасывают соки и естественно плод защищается ухудшается в этот период водный баланс плохо созревают позже созревают персики в листьях получается что уменьшается синтез хлорофилла и нарушаются процессы фотосинтеза которые вот эти все наши плоды нам наращивают создают и конечно же вот радует нас плодами вот этими витаминными плодами и получилось что у нас немного пострадало качество плодов и их позже мы уже продолжили буквально два раза а то и три раза в июне уже пришли на раз в 10 дней на обработке наших персиков и остановили этот процесс больше клещи не размножались и не перемещались с этими вредителями которые называются галловые клещи очень-очень сложно бороться вот смотрите они живут в этих галлах вздутия такие и они внутри живут этих галлов и самка здесь откладывает яйца на протяжении всего лета и когда мы обрабатываем биоэнсектицидами раз в 10 дней получается что если самка вот откладывая яйца и вот эти галлы начинают выходить биоэнсектициды невидимые помощники их просто уничтожают этих клещей а клещи это не просто такие вот по-моему самый сложный вредитель это даже не насекомые и это вот невидимый такой вредитель обычно даже увеличительное стекло не всегда помогает обнаружить этого клеща и обычные препараты не помогают кто-то работает различными инсектицидами ядами но просто бесполезно это делать потому что туда не попадает яд вот эта гала которую создает вот эта самка она как домик который защищает ее саму и естественно вот эти все маленькие яйца и ее вот эти уже выводки мелких клещиков есть уже препараты я слышала что очень сильно действующие которые при обработке это системные препараты попадают в ток самого растения в клеточке растения и если сок пьет самка или маленькие клещики то получается что они погибают но вот все таки яды это не сильно хорошо и я считаю что нам это не подходит инсектициды химические препараты не берут поэтому нужно будет осенью мы упустили в прошлом году да и не ожидали что на персике встретимся с этим вредителем теперь нужно будет обязательно убирать этих вредителей чтобы они них не шли на зимовку надо будет обрабатывать биопрепаратами и после сбора урожая мы привыкли собрали урожай и затем уже только поздно когда листопад начинают еще какие-то обработки в зиму или после зимы но вот этот вредитель очень хитрый мелкий невидимый он умеет прятаться и его не так то просто достать поэтому придется обработки проводить еще и осенью биопрепаратами пока будет позволять температура вот такая у нас сегодня тема тема сложная не очень приятная мы вам показали как в этом году появились новые бурые плодовые клещи галовые клещи у нас на персике причем не только у нас вначале мы вам показали это наши знакомые они не обрабатывали персики и вообще там получилось что персик невозможно даже есть мало на дереве с десяток очень таких более-менее хороших персиков плодов которые можно их использовать для питания остальные плоды все испорчены везде по всем плодам вот эти галлы 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 которые которых сидят вот эти самки галлого клеща и продолжают размножаться размножать откладывают яйца и питаются малые вот эти клещики и вылезают и портят дальше и листики и побеги все высасывая вот эти соки и продолжают портить нам растения поэтому работаем биопрепаратами биоэнсектицидами которые нам помогут причем раз в 10 дней жарко сейчас а потом перед зимой в августе в сентябре мы будем продолжать эти обработки для того чтобы уменьшить численность вот этого злостного коварного невидимого вредителя сегодняшний выпуск подготовили как всегда раиса горяченко и александр волик мы прощаемся с вами всего на всего до следующего видео всего вам самого доброго здоровых вам растений здорового сада и хорошего урожая пока пока